Дорогие друзья! Очень серьезный бизнесмен, бизнесвумен, человек, который знает наш бизнес очень давно, у которой есть личный опыт применения. И продукции, и бизнеса, и человек, который несмотря на то, что сейчас вот время нелегкое, вы видите, услышьте меня, она прекрасно показывает свои показатели, она раздевается, она сама об этом рассказывает, расскажет. Я попрошу вас поприветствовать Родина Виктория, селектор и субтитров Город Суман. Добрый день, друзья! Добрый день, дорогие наши дистрибьюторы! Добрый день! Самые лучшие люди, которые приносят другим людям счастье и любовь здоровья! Я вам очень благодарна, что вы сегодня, выходной день, пришли на эту встречу. Потому что я прекрасно понимаю, наш зал для большинства женщин, вы могли провести этот день семью на даче, поэтиппарку, но вы нашли время для того, чтобы получить информацию, которая будет, я надеюсь, вам полезна. У меня к вам огромная просьба, даже не одна. Ну, во-первых, в последний раз я выступала три года назад у вас, большой перерыв, за который, конечно, у нас немножко по-рубому сейчас работает организация. Много произошло изменений за эти три года, и мне бы хотелось, чтобы сегодня вы мне помогли. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, что-то для вас актуально, вы, пожалуйста, задавайте, пишите. И по ходу той информации, которую я приготовила, я буду все-таки еще отвечать на ваши вопросы и давать ту информацию, которую вы хотели сегодня услышать. Ну, хочу начать, наверное, со следующего. В жизни очень много чего меняется. Меняется от личной жизни до того, что происходит в социуме. В нашем бизнесе то же самое. Конечно, есть основные методы работы. Презентации, школы, домашние кружки, лидерские конференции – это основа. Не всегда есть возможность этими методами работать. Вот у вас эти возможности есть. Это ваше огромное преимущество. Это супер, когда вы можете спокойно сдавать листовки, давать объявления в газету. И таким образом приглашать новых людей. Вообще, можно вот еще, чтобы я немножко тоже понимала, сколько в зале сидит сейчас в социуме лидеров? И лучше. Лидеров и лучше. А, отлично. Остальные, можно сказать, новички. Все понятно. Вот в нашем бизнесе самое главное – это, конечно, люди. И очень важный момент. Не просто люди, а новенькие люди – те, которые начинают эту систему, разбираться в этой системе. Вот я особую благодарность тем, кто сегодня не в статусе лидера, но присутствует. Да, отлично. И писать есть чем все. Это просто вчера я говорю, вот же я буду показывать цифры, вот как мы с лидерами прописываем, что мы будем делать дальше и так далее. Но, учитывая большинство лидеров, я все-таки больше буду дать конкретную информацию. Иногда я делаю это жестко, извините, это мои методы работы. И, как ни странно, вот некоторые директоры говорят – ты слишком струна к своим дистрибутерам. А они меня почему-то любят. Вот понимаете, и я их обожаю. Но я, как к своим детям, отношусь к ним с определенными требованиями. Поэтому лидеры могут записывать следующие вопросы. Сейчас у нас в июне, 2016-го. Сколько человек в первом поколении вы подписали в этом месяце? С закупкой 30 баллов больше. А потом можете место поставить, а сколько в первом поколении в мае подписано, в апреле. Потом можете предыдущее поставить и написать, а сколько в первом поколении новых дистрибьюторов с закупками для себя хотя бы за 2016-й год у меня есть. Объясню, почему. У меня есть каждый месяц, честно говорю. Потому что если вы это не делаете, то тогда нечего это ожидать от своих дистрибьюторов. У меня есть такое правило. Вот если вы это делаете, как спонсор, ну не факт, что это будут делать ваши дистрибьюторы. Но если вы этого не делаете, то ваши дистрибьюторы это точно делать не будут. Поэтому вы можете, как такая подсказка, прописать для себя, а людей с какими качествами вы бы хотели видеть в своей организации. Это важный вопрос. Можно сделать такую аналогию с вашей жизнью. Если вы хотите создать семью. Ну, не хотели. А вы же хотите, чтобы у вас были определенные данные. Сколько их жизней. С какими-то качествами, да? Чего-то вы от него ожидаете. А почему, когда это касается нашего бизнеса, мы об этом забываем. И у нас почему-то такая тенденция. Лишь бы подписать. А что потом с ним делать, мы вообще не знаем. А иногда и не делаем. Подписали, отправили на склад. В сервисном центре есть как бы свои определенные минусы и минусы. Хорошо, когда есть у вас флаговиды, а хорошо, когда есть один склад, другой, третий. Сервисный центр. Но это ваш огромный минус. Знаете почему? Потому что вы подписали в основном. И пошел он покупает, что ему надо. А он же еще не знает, что ему надо. А с ним нужно встречаться. С ним нужно дружить. Узнать его потребности. Для того, чтобы человек отдал свои деньги, он должен увидеть ценность вашего предложения. А если он не видит эту ценность, то ее нужно повышать. И человеку абсолютно без разницы. В течение какого времени вы ему эту услугу, его проблему решите. Это ваш вопрос. Но человек заплатит деньги, если он увидит у вас человека, который его проблемы решает. Поэтому еще раз повторяю. Всегда повышайте свою ценность. Вы являетесь тем ценным звеном, который окажет человеку услугу или поможет решить свою задачу. Поэтому нужно быть примером всегда. Примером хорошим всегда. Потому что если вы, например, предлагаете продукты здоровья, то надо соответствовать. А если вы поменялись на третий этаж и задыхаетесь, то у вас не работает ваше предложение. По здоровью точно. И даже когда вы будете показывать, сколько у вас было диагнозов, а потом это все как-то вы решили, но на сегодняшний день вы не являетесь для человека ценным и не являетесь для него авторитетом. Для того, чтобы он вас услышал. Потому что, понимаете, человек чувствует. Вы можете говорить одно, делать другое, думать вообще непонятно что. И поверьте, если вы думаете, что человек вам верит, да, он подпишет контракт, а потом он просто не берет трубку, когда вы ему звоните. У вас есть такая ситуация у кого-то? У меня в организации есть. Поэтому, когда мы проводим занятия до лидера, у нас занятие теория-практика, теория-практика. Сегодня мы не можем раздавать листовки, сегодня мы не можем давать объявления, но сегодня мы можем проводить встречи, особенно домашний кружок. И вот здесь вот начинается самое интересное. Что такое домашний кружок? Кто работает этим методом? И видео, пожалуйста. Мое любимое место в доме – это кухня. А еще я люблю ходить в гости к своим дистрибутерам. А когда мне говорят, особенно лидеры, «Виктория Ивановна, а пригласите меня на свой домашний кружок?» Я говорю, «Хорошо, ты приглашаешь двух неподписанных, одного дистрибутера, я перехожу на свой домашний кружок и его провожу. При этом у тебя должна быть продукция открытая и новая. Контракт, буклеты, справочные». Все понятно. И мы проводим домашний кружок. В смысле нет. А прийти поприсутствовать, посмотреть, как директор это делает. А зачем? Мы же можем много раз смотреть, слушать и при этом ни разу не сделать. И денег от этого не вы получите, не ваш дистрибутер, который говорит, «Покажи мне домашний кружок». То же самое у нас сейчас происходит с занятиями в офисе. А когда будут занятия по косметике? А когда у вас будут у каждого лидера хотя бы по одному неподписанному приглашенному человеку? Не хотите работать, значит, у вас летняя книга. А ну скучно, нам хочется процесс. Давайте делать вместе. Поэтому вначале мы приобретаем те качества, которые мы прописываем для своих кандидатов, а потом у нас такие люди появляются. Прежде всего, наоборот, не получится. И теперь по... Все-таки вот то, с чего я начала. Один чек месяц с товарооборотом должен быть подписан. Кто работает с промоушеном компанией приглашать одного кандидата? Раз, два, три, четыре. А вообще, кто его знает? Это промоушен. Ну что же. Ну если вы позволите, я чуть-чуть времени умилю этому промоушену, да? Потому что супер просто, понимаете? Вообще, мне микрофон мешает. А если я говорю «гровка», слышно? Пошу, буду писать? Я буду по-сому писать, что-то писать. Вообще, промоушен заключается. Один чек в месяц новинец товарооборотом длится баллов больше. Я 20 лет в этом бизнесе работаю. Я люблю слово «недоразвитое». Вот я, наверное, в своей организации сама недоразвитая. Потому что пока я худрочки не нарисую, как в детстве гристики-новики, вот картинка не складывается. Вообще, я когда что-то о себе хочу, я это раз и увидела. Значит, надо взять на путь. Это детский такой, знаете, опыт. Вот вы достанете что-нибудь такое со своего детства, суперработы. Спокойте. Дети хотят какой-то душ. Она у них будет всегда. При этом обратите внимание, они что, ее сами купили? Им или подарили, или бабушке-девочке, купили, или родителям. Но у них то, что они хотят, будет всегда. А потом вы выросли, стали взрослыми, сильно серьезными и кувыркаетесь с седьмой маркетингом. А седьмой маркетинг – это просто жизнь. Приятное дело, с удовольствием идти хорошо. Поэтому немножечко... Так, легко, с удовольствием, по-детски. Первый месяц. Один человек, 30 пивин. Учитывая, что у нас здесь большинство лидеров, сколько вы получаете денег за 30 баллов ассистента? Я вашу активность и прошу. Мы это уже считали полу года. 6 долларов. Второй месяц. Сколько человек? У вас сделает товарооборот или чека? Это 90 пивин. Ваши деньги, как, сколько? Так, 20 процентов с 90 баллов. Третий месяц. Вот это считали. 7 человек, да? 210 пивин. Кто-то хочет посчитать? 20 процентов. У меня огромное преимущество. Учитывая, что в 79-м году школу, как учила, калькулятора не было. Считать могу по салфеткам, ресторанам, поезде, маршрутке. 42. Спасибо. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И было семь. Пятнадцать человек. Пятнадцать, смотри. 45. 450 долларов, 90 долларов. Пятый месяц. Здесь восемь и пятнадцать. Сколько? 22. 23 человека. На 30. Шестой девяносто? Да. 20 процентов? Да. Стоять процентов. Уже пятнадцать. Извините. Пятнадцать процентов. Ну, короче, сто десять долларов. Спасибо. Понятно почему? Понятно почему? Да. Шестой месяц. Восемь и двадцать три. Тридцать один человек. Девятьсот тридцать. Правильно? Баллово. И денег сколько? На пятнадцать. На пятнадцать. Ну, по сто пятьдесят долларов. До сто сорок долларов. Уже написалось сколько. Сто пятьдесят. Девять больше. Сто пятьдесят. Пришел. А если вы приглашаете двух человек? Вообще тридцать дней в месяц. Что делать? Остальные двадцать девять. А если трех? Поэтому если двух, это вот триста долларов. Через полу года в вашем чеке с новыми людьми. Плюс у вас еще есть организация, личный объем, консультант. В конце концов, что же делать? Поэтому умножьте, на сколько вам нужно денег вообще через полу года. Что у вас через полу года? Практически новый год. Хотите подарки сделать? Семье спонсоров. Я люблю подарки. Получайте делать. Поэтому вот за полу года нового года нужно думать о том, каком у вас будет праздник в декабре месяц. Вот этот промышлен у меня в структуре работает. В этом месяце у меня закрывается лидер. Но по-другому промышлено. Сразу посмотрим второй. Или сделаем чуть-чуть это. Давайте сразу. К вершине успеха. Знаете, у нас в Луванске, когда нету света, связи, воды и вообще всего остального, вот это что мы делаем, встречаемся на девайшем кружках, рисуем кружочки, а потом идем по друзьям, соседям, знакомым и так далее, и выполняем промышлен. Нам денег тут нам надо. Нам плохо платят. Знаете, минимальная пенсия, минимальная зарплата, копеечная. А у вас в Харькове как с пенсиями? В отельсот баксов кто-то получает по тысяче долларов пенсию. Нет, у нас нет. Так что приходится выносить подрабатывать. А у меня в структуре 40 лет люди проработали на заводе, фабрике, там вот у нас супер были раньше, а получают минимальную, там, тысячу с маленькими копейками. А как на нее жить, никто не объясняет. А я объясняю. И у меня всегда ворнует вопрос. Люди 40 лет могут ходить на работу практически за бесплатно и за копеечную пенсию, а три года выносить пить, поработать, чтобы потом тысячу больше получать каждый месяц. От сети, от работы организации. Как-то не хватает у них на это терпения. Знаете почему? Ваши спонсоры это не объяснили, не показали, не научили. Это однозначно. Это наша с вами работа. Когда люди приходят на производство, им показывают их обязанности и зарплату. Когда к вам приходитесь придет, это наша задача показать их обязанности. И если я говорю человеку, что ему нужно делать, в каком количестве и так далее, и он это делает, я с ним работаю. А если он это не делает, любой из месяцев, я с ним не работаю. Потому что у меня есть другие люди, которые хотят работать и получат деньги. Я, в общем, как бизнес, пришла не по здоровью. А потому что мне тут понравилось как платья. Второй про муж. Мы возьмем с вами первый этап. Такой небольшой кусочек. Потому что люди сразу много-много, когда вы показываете, но они не все заболевают. А мы посмотрим, как, если человек за три месяца делает, выполняет статус лидера. Получает он сколько от компании? 200 долларов. А лидер-ассистент? 300 долларов. Директора знаю. И так далее. Вот мы с вами смотрим вот этот вариант. К вам пришел ассистент. Первый месяц он делал 500 баллов. Что вы получили за ассистенту за 500 баллов? 100 долларов. А чем получил, который сделал 500? Только и то за свой личный. Допустим, это было 100 баллов. Личный. Ну, если 100 баллов, это для доллара, да? Знаете, какая-то. Действительно справедливая оплата труда. Объясняю почему. Для того, чтобы человек подписал соглашение в течение месяца, сделал 500 баллов по уровню, при этом у него подписан рим не должно быть. Вы должны и обязаны с ним эти 30 дней хорошо поработать. Не один раз встретились, когда контракт подписали. А отработать человеку вот этот период, это очень важный момент. Поэтому вам за это закладать 100 долларов. Сразу, за первый месяц его работы. Второй месяц работы. Два варианта. Или мы пошли 3 по 800, что мы не вписываемся, правильно? Или мы сделали 2 с половиной. Что мы получили с консультанта, который сделал 2 с половиной тысячи баллов? 15 процентов сколько денег? 375. 375. 375 долларов. А у вас здесь, ребята, сколько получил? 50. 30. 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 Я даю всегда всем тем дистрибьюторам, которые активно, классно, красиво работают. А я с удовольствием красиво даю конверты с долларами. Поэтому 250 плюс 200 и плюс 100 – это бы 550 долларов. Если ваш человек пришел на бизнес, он за два месяца получает 550 долларов. Наш луганский – это привлекательное предложение. А у вас как? Да. Пожалуйста. Если ты по 800, то получается то же самое. Поверьте. Но лучше не поверьте, а проверьте. Дома порисуйте кружочки, ступенечки. Классно. Следующий очень важный момент здесь же, на этом этапе. Когда у меня работает организация, ну сейчас есть вот эти модные РУ-25, НСП-25, дай-дай-дай-дай. Вот я женщина технически нерамотная. Всегда поверьте, чуть-чуть соображаю. Но так хорошо, как мои лидеры, они очень у меня великолепные. Они мне все рассказывают, показывают и учат меня. Много учеников. За что я им очень благодарна. Они звонят каждый раз, когда у них появилась там какая-то закупка. При этом, знаете, так интересно бывает, человек только купил, они уже знают, и мне звонят, ну, типа там не все очки прошли. У вас есть акция, это, 5, комплект 5? А под 9 рублей, кто покупает 5? А как остальные покупают? Типа скинулись, да? Потом разделили. Возникает вопрос. А что, от этого увеличился товаром? А вы посчитаете, он у вас уменьшился. Потому что минус 15 кинобаллах. Что, не так? Так вот. Остальное обычно с переводом, да? А обычно же еще не все переводят, да еще и вовремя, да? И начинается вот эта нервотропка в организации. Поэтому у нас сейчас ситуация на сорок девятом складе, у кого-то у меня есть дистрибьюторы жесткая, особенно с первого июня. Лидеры мои – это знак. Вы хотите минус 15 кинобаллах хлорофилла? Вы купили эту акцию в 5 банок. И делаете с ней, что хотите. Но мне принесите деньги за 5 баллов, и получите накладную за 5 банок, и получите накладную за 5 банок. Это очень важный момент. Любая акция, она должна себя оправдывать. А когда вы вот это начинаете делить, это уже меньше денег, вы бы считаете. И следующий очень важный момент – резервирование баллов. Я не знаю, как у вас… Сколько у меня миллионов там осталось? Десятые. Десятые. Вот. Во-первых, лето. Во-вторых, там колбасит сейчас нашу страну не очень спокойно и так далее. Некоторые люди все нервничают там. Ну, не на том подъеме, который был, допустим, в 2010 и так далее. При этом некоторые еще умудряются резервировать с виде до хрена баллов. Вот так вы решите потом. Как это можно? Я вообще не знаю. Я считаю так. Ты в статусе лидер. Закрываешься как консультант – сто пятьдесят баллов. Ну, получишь себя подружно на десять процентов. Вернее, пять за структуру, десять за себя. А больше больше ты не стоишь. Это ты не представляешь из себя большую ценность. А когда вы резервируете очки? Свои можно. А если выбрал? Нельзя. Объясняю почему. Потому что вы у них из карманов забираете деньги. У меня в первом поколении на следующий день лидеров там человек тридцать с хвостом. И у меня только одна ветка резервирует очки. И то, потому что она не на моем складе, не в моем офисе. Это такие неродные дети. Там первое поколение куда-то делось, второе куда-то делось. Короче, вот такая потерянная организация. Я всегда буду рада, если они придут в мою систему. А у меня система рабочего, я в первом поколении. Поэтому резервировать очки своих дистрибьюторов категорически нельзя, потому что вы забираете у них деньги. А есть такое правило. Людей нужно любить. А вещами надо пользоваться. Только не наоборот. Некоторые это путают. Так вот, если вы любите своих дистрибьюторов, научите их соответствовать статусу. И получать деньги всегда, нежмесячно. А то большинстве своем почему-то интересует. А что ты их купил в этом месяце? А сколько у тебя баллов в этом месяце? А почему столько? А не пятьсот? И вот здесь вот мы с вами считаем. Вот здесь. Двадцать процентов, пятнадцать процентов. Это потому что здесь лидер делает тысячу баллов в месяц. Другим объемом. Ежемесячно. Не знаю, как у вас. Вы у нас не делали. Теперь о цене. Если вы чьему действительно предложили то, что ему актуально, что для него важно, ценно, то вам деньги заплатят. Столько, сколько вы скажете. А если вы не можете работать с тем, чтобы получать доход, то вам нужно учиться. Желательно у своих спонсоров. Потому что только клиенты нам приносит деньги, и только дистрибьюторы с твоей работой, за что вам огромное спасибо, дают нам возможность здесь зарабатывать. Поэтому с ними, с клиентами, с дистрибьюторами, нужно работать добросовестно. И еще раз повторю. Главное, хороший пример. Если ваши дистрибьюторы видят, что вы регулярно в процессе, что вы регулярно в ресурсном состоянии, вы выполняете свои обязанности. То есть вы находите людей, вы подписываете, вы их обучаете, вы с ними дружите, вы им дарите подарки, показываете им свое признание. А то ваши все другие люди, а то же самое. Поэтому расслабьтесь, получайте удовольствие и деньги. В сетевом маркете не так бывает всегда. Еще важный момент. Привычки. Это я зачитаю. Привычки быть мыслящим и прикладывать усилия, чтобы быть здоровым, передаются из поколения в поколение. Или не передаются. Два варианта. Третий момент. И это говорит об интеллекте нации. Вот в нашем сетевом бизнесе наши дистрибьюторы, это наши дети, которым передались определенные привычки. Привычки быть мыслящим и прикладывать усилия для того, чтобы быть здоровыми, передаются из поколения в поколение. Рыбная гладь. Или у нас здоровенькие дети рождаются. Или полноценные. У вас же нет детей, которые пошли в школу, они будут шнурки завязать. Или ложку держать не могут, кушать не могут сами. Нет? Мы же подготовили детей. Так вот дистрибьюторы нужно готовить, чтобы они были полноценными, лидерами, сильными, мощными, замотивированными самим собой. То есть у меня нет в структуре слова «мотивация». Мне, кстати, сейчас задавали, расскажи про мотивацию. Да мне просто такую вообще мотивацию. Есть только само мотивация. Если человека что-то взбодрило, то оно у него есть. А если нет, то что хоть вы хотите, хоть на ужас, хоть полечку с выгода. Ничего не получится. И когда я такое слышу, ну, у меня в офисе этого нет. Мы же общались с другими дистрибьюторами. У меня в офисе никто не ноет. О том, как урфовцы растут, никто не рассказывает. О том, что следовало у них нет, или и бомбили тоже никто не рассказывает. У меня люди в офис приходят с позитивным настроением. С желанием встретиться и дать человеку полезную ему информацию. Потому что, поверьте, вашим кандидатам или дистрибьюторам абсолютно фиолетовым, есть ли у вас свет или нет. Им от вас нужно, чтобы вы их проблем решили. А вы со своими проблемами. Поэтому они не будут работать. Они так ноем безградают. А тут еще бы их тем же самым подкормили. Но они пошли дальше. Никакие. Им это не интересно. Записали, да? Да. Передаются из поколения в поколение или не передаются. Это открыто об иммунитете. А иммунитет, да? Не раздавишь. Поэтому вот наше с вами дело и наша с вами работа – это наши с вами жизни. И вы показываете людям то, что есть на самом деле. Классно вам? Значит, и ваша нормализация будет классная. А если у вас где-то не классно, то наведите порядок и приходите с классной. По-другому не бывает. Четыре минуты. Я обожаю работать с людьми, с людьми, которых я люблю. И даже те, которые плохо выполняют мои рекомендации в моей организации, я их все равно люблю. Даже больше, чем те, которые очень послушны. Потому что проходит немножко времени, и те, которые меня не слушают, слушают меня больше тех, которые слушают всегда. Я вообще понятна говорю или нет? И это так. Первый класс, второчетельный, да? Поэтому, чуть-чуть такую картинку. Приходят люди в офис на 49-й склад, улица Бемёхина, город Уланск. «А что вы работаете?» В 14-м году. «А что вы работаете?» «А что, склад работает?» В 16-м году. «А что вы работаете?» И те, которые уехали, возвращаются вот с такими глазами. «А у нас там косметики нет, а у нас есть все, и акции есть. Причем у нас сейчас есть все с обоих рынков». Поэтому не останавливайтесь. Не останавливайтесь, когда плохо. Не останавливайтесь, когда хорошо. Не останавливайтесь, когда все наладилось. Практикуйте работу над собой. Развивайтесь, становитесь лучше, радуйтесь жизни. И тому великолепному бизнесу, который у вас есть. И у вас все будет супер-супер-супер. Желаю вам счастья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.